привет народ в общем решил записать сразу видео с ответом на все вопросы потому что вопросов много ну и в принципе считаю что достаточно интересная тема о которой стоит наверное знать особенно если ты сейчас находишься где-нибудь за границей и планируешь прилететь домой любыми доступными способами и так я оказался в карантине тут тут я прилетел из бьетнама 27 числа в прошлую пятницу меня сразу же никуда не забрали прилетел я в москву меня спокойно выпустили из москвы и санкт-петербург я на поезде доехал до дома в режиме самоизоляции в общем-то провел два дня в своей комнате но так как квартира у меня коммунальная мне пришлось так или иначе контактировать с соседями через два дня меня посидел врач затем пришла медсестра взяла анализы сразу после этого пришел роспотребнадзор и девушка предложила мне проехать в санаторий заря на принудительную изоляцию естественно слово принудительное звучать не звучало на вопрос могу ли я отказаться от этого предложения мне сказали конечно но мы настоятельно советуем вам согласиться потому что за ответ нет может последовать уголовная ответственность выбор конечно так себе мне дали собраться минут 7-10 пока ехала скорая через 10 минут собственно санитар уже стоял на пороге и предлагал мне проехать они подписали пару каких-то документов ну и меня собственно привезли сюда я нахожусь в репина в санатории заря сразу скажу что претензии к персоналу и вообще каких-то нареканий именно к врачам и медсестрам волонтерам которые здесь работают у меня абсолютно никаких первое чем нас встречает пансионат заря это тем что забирают вещи на обработку что в принципе логично выдают памятку по которой я должен жить в течение следующих двух недель также выдают полный комплект необходимых непродовольственных вещей таких как гору туалетной бумаги бумажные полотенца зубную пасту зубную щетку гель для душа шампунь бритву и даже пену для бритья ватные палочки и и мыло также в комнате есть два полотенца стаканы ну то есть все что необходимо для того чтобы здесь существовать сразу отвечу на вопрос это бесплатно никто не заставляет платить по крайней мере пока в первый день когда я приехал у меня взяли анализы анализ как таковой это мазок из носа и мазок изо второй полости мне сказали что в течение трех дней если за мной не приедут люди в костюмах значит я здоров значит у меня отрицательный анализ сегодня четвертый вроде бы день когда я здесь нахожусь поэтому я еще тут людей в костюмах не было тревоги никто не поднимал я думаю что все в порядке думу дум дум по условиям что же здесь вообще происходит недаром это называется изоляция у меня полностью закрытое помещение у меня есть окно в котором нет ручки у меня и балкон в котором нет ручки и он скорее всего заклеен или закрыт так что его невозможно открыть меня закрывают снаружи и даже вентиляционное отверстие в ванной вентиляционная решетка в ванной заклеена так чтобы я не мог дышать в чужую вентиляцию в комнате две кровати телевизор пара тумбочек стулья есть теплое одеяло если ты мерзнешь какой-никакой хреновый но вай-фай есть также здесь есть лампа для кварцевания у меня свой отдельный душ есть тазик для стирки вещей и зачем-то табуретка в ванной что здесь по идее пау 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 наверное всего два размер порций потому что явно рассчитано на шестилетнего ребенка или на девушку ростом метр пятьдесят я понимаю что мы все разные но опять же я не нарушил закон и ничего такого не сделал для того чтобы меня держать на полу голодовки вкус вкус еды как столовка обычная то есть ничего такого если бы не кисель конечно очень плохо что здесь нельзя передать никакой еды никаких продуктов питания мне не хватает еды я печальный так как здесь нет холодильника запрещают передавать скоропортящуюся еду напитки и прочее потому что хранить это негде по правилам пожарной безопасности нам нельзя даже чайник такое чувство что я спалил бы здесь пластмассовый чайник устроил бы поджог и выбрался с балкона и убежал не знаю дальше субъективно только то что слышал ничего не могу подтвердить просто узнал какие-то новости собственно из интернета какие-то от знакомых в пансионате на данный момент находится более 45 человек это то что я знаю несколько из них находилась на голодовке до вчерашнего дня сегодня информацию не проверял так как они были здесь более 14 дней был один побег не знаю насколько удачный но как мне сообщили побег был с четвертого этажа и через балкон какой-то местный супермен чем я тут занимаюсь собственно занимаюсь тем же чем занимаются все пытаюсь не сойти с ума от скуки вчера весело задорно послушал новый путинский указ я слушаю здесь аудиокниги смотрю сериалы и сейчас на скиллбоксе занялся онлайн обучением фотошопу собственно считаю что это самое подходящее время для того чтобы заняться каким-то обучением скачал себе курс по фотошопу и еще один курс по интернет рекламе не знаю насколько это будет полезно но почему нет написал тест по английскому в игрушки ни в какие не играю поэтому посоветовать ничего не могу по фильмам могу посоветовать очень прикольный трэшовый боевичок пушки акимба ну и вообще кому интересно по сериалам последние вот смотрел эш и ходячие мертвецы всем крутых выходных и надеюсь что все придет легче чем мы думали и действительно послушайте всех и сидите дома а то мне как-то обидно что вы все гуляете а я нет